Начало нового учебного года программа по вакцинации населения, подготовка к отопительному сезону. Эти и другие темы стали главными в ходе общения губернатора Тверской области Игоря Рудения с журналистами Федерального телеканала «Россия-24». Глава региона ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни Верхневолжья. Подробности прямо сейчас. Во время учебного года главная задача — соблюдать все требования санитарно-эпидемиологической безопасности. С этого заявления начал свое общение с журналистами одного из федеральных телеканалов глава региона Игорь Рудения. Если в образовательных учреждениях Верхневолжья будут созданы все необходимые условия, то риски будут минимальные, отметил губернатор. Также Игорь Рудения развеял один из популярных фейков о том, что 20 сентября школы вновь перейдут на дистанционный режим обучения. Что касается 20 сентября, никаких документов, как минимум, в Тверской области нет. Мы эту дату не обсуждали. Также в числе первых прозвучала тема обеспечения горячим питанием учеников начальных классов. Тверская область стала одной из первых, где с 2007 года младшие школьники получали бесплатное горячее питание. Благодаря поручению президента России Владимира Путина в этом учебном году в два раза увеличена стоимость одного завтрака или обеда. Мы внимательно следим, как это реализуется. И я надеюсь, что и ассортимент будет больше. С учетом того, что мы увеличили объемы финансирования и свои деньги уже мы можем направлять на развитие. Модернизация оборудования кухонного, столового оборудования. А деньги, которые нам федеральный центр дал, они уже будут направлены на организацию горячего и еще более качественного, лучшего питания для наших ребятишек. Речь шла также и о другом значимом событии в образовательной сфере. Доплатах учителям за классное руководство, которые введены в новом учебном году также по инициативе главы государства. На территории Тверской области размер выплат составляет 5000 рублей в месяц, независимо от количества учеников. Начисление денежных средств началось с 1 сентября текущего года. В Тверской области на выплаты могут претендовать около 7300 педагогических работников. Классные руководители — это функция уже не только образования, это функция воспитания, организации досуга. Поэтому эти люди делают очень большую и важную работу. Поэтому вот таким образом мы будем стараться их укрепить и постараться со своей стороны, сохраняя все предыдущие выплаты, эту реализацию сделать на достойном и хорошем качественном уровне. Одна из тем касалась вакцинации населения от ОРВИ и гриппа. В первую очередь планируется привить работников сфер здравоохранения и образования, коммунальной сферы детей до 7 лет, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и призывников. В общей сложности в Тверской области планируется привить до 740 тысяч человек. Вакцинация — это добровольное дело. Если кто-то не хочет вакцинироваться, это личное дело каждого. А так вакцины будут переданы во все муниципальные образования, во все центральные районные больницы. А крупные предприятия смогут через центральные районные больницы, через медицинские учреждения попросить, и наши медики к ним приедут на территорию, чтобы людей не отвлекать. Отметим, что первая партия вакцины от гриппа и ОРВИ для взрослых уже поступила. Это 156 570 доз. Сейчас осуществляется ее распределение по медицинским учреждениям региона. В ближайшее время также поступит противогриппозная вакцина для иммунизации детского населения. Остальные партии будут поставлены в регион поэтапно до конца октября. Сама прививочная кампания пройдет с сентября по октябрь включительно.